13 ноября в возрасте 93 лет скончался ученый, историк, писатель и литературовед, оставивший сотни трудов Мухаммед Касым Эмин в Туркестане. Его похоронили на кладбище Муалла в Мекке. Мухаммед Касым Эмин родился в 1930 году в Кашгаре. Начальное образование будущий ученый получил в родном городе, а в 1949 году перебрался в Саудовскую Аравию, окончил медресе Фалах и долгое время преподавал в мечети Аль-Харам. Он работал в уйгурском отделе радио Джидда, редактором газет Аль-Билят и Указ и всю жизнь посвятил борьбе за свободу Восточного Туркестана. Его библиотека, расположенная в Мекке, была местом сбора друзей и литературным собранием для ученых и писателей. Покойный Мухаммед Касым перевел на арабский язык такие труды, как Кутадгу Белик, «История Восточного Туркестана» и «Краткая история Гуна». Он собрал биографии полутора тысяч ученых из Восточного Туркестана. Его перу принадлежит книга «Великий Туркестан. Его прошлое и настоящее». Просим Всевышнего возвысить его степень и обрадовать раем. Этнический казах из Синьцзяна Ерсиньеркинулы рассказал, что его хотят депортировать из Украины в Китай. 23-летний Ерсиньеркинулы сейчас находится в центре временного содержания в Украине. По словам этнического казаха, он направлялся в Польшу, чтобы получить статус беженца. Еркинулы получил вид на жительство в Казахстане и собирался обращаться за гражданством, но столкнулся с давлением со стороны органов безопасности. 4 ноября украинский суд решил его депортировать в Китай и оштрафовал на 142 доллара. Но после вмешательства США правительство Украины пообещало не депортировать его. В свою очередь, руководитель правозащитной организации Атажур Сергжан Беляшулы связался с правоохранительными органами Украины и поставил их в известность, что в случае его депортации украинское правительство столкнется с давлением международного сообщества. Правозащитники надеются, что демократические страны предоставят Ерсину в защиту и статус беженца. Посол Китая в Великобритании Лю Саумин был вызван в четверг в Министерство иностранных дел Королевства в связи с решением об отстранении четырех оппозиционных депутатов Законодательного Совета Гонконга. Глава Министерства иностранных дел Великобритании Доминик Раапт в четверг также вновь обвинил Пекин в нарушении Объединенной Китайско-Британской Совместной Декларации о передаче Гонконга Китаю. Использование Пекином новых правил, чтобы дисквалифицировать четырех законодателей в Гонконге, представляет собой прямое нарушение юридически обязывающей Объединенной Китайско-Британской Декларации, сказал Раапт, слова которого приводит его ведомство. Он заявил, что Соединенное Королевство продолжит стоять на страже интересов населения Гонконга, открыто заявляя о нарушениях их прав и свобод. В столице США в субботу 14 ноября прошел масштабный митинг сторонников действующего президента Дональда Трампа. Участники акции в Вашингтоне скандировали еще четыре года и утверждали, что прошедшие выборы главы государства сопровождались фальсификациями. Среди участников были представители и ультраправых группировок. Трамп, который объехал Фридом Плаза, поблагодарил своих сторонников. После скандирования лозунгов в поддержку Трампа демонстранты двинулись к зданию Конгресса. Другая группа собралась перед Верховным судом США в головных уборах и футболках Мага. Демонстранты с флагами в руках потребовали справедливого и независимого подсчета голосов. Премьер-министр Кыргызстана, подавший заявку на участие в президентских выборах, которые состоятся в Кыргызстане 10 января, покинул свой пост. Полномочия президента перейдут к спикеру парламента. Об этом сообщил сам Жапаров на пресс-конференции 12 ноября в Бишкеке. Ранее в ночь на 6 октября в Бишкеке демонстранты захватили Белый дом. Днем Центральный избирательный комитет аннулировал итоги выборов из-за массовых нарушений на участках. Депутаты Жугор Кукинеша на внеочередной сессии приняли отставку премьер-министра Кубадбека Боронова и назначили на его пост экс-депутата Садыра Жапарова, освобожденного из заключения во время протестов. Теперь Жапаров значится в списке Центра избиркома 63-м претендентом на должность президента.